Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Трех сыгранных проиграли Причем три все не очень сильным, так сказать, командам Ну и давайте посмотрим пикабаны Релакс забанили тролля Первый раз в жизни не вижу, чтобы релакс забанили тролля Возможно, когда-то это уже было на последнем слоте Но конкретно сейчас они это сделали, потому что в предыдущей игре тролль, скажем так, очень сильно досаждал Крейзи на меду Ну и пикнули Патму Патма, я полагаю, для Йоку, хотя, возможно, и для Крейзи, смотря Пикнут ли они второго Хардкери Или же, как обычно, на Патме откатает Йоку У Релакс Гумба Гейминг Забанили, собственно, то же самое, что они банили и в той игре Это Тринд Протектор и Бэтрайдер Им просто не нравятся, вероятно, эти герои И пикнули они, собственно, абсолютно то же самое, что и в той игре Дарк Сир и Рубик Возможно, они специально это делают, собственно, чтобы Релакс сейчас начали банить абсолютно тот же пик, который Гумба пикали в предыдущей игре А еще, хоба, новая заготовочка Это в Рейс Кинг от Релакс Ну что ж, пока идет все по плану На самом деле, и в той игре все шло довольно по плану изначально Ну, помимо того, что она закончилась за 15 минут Но, в целом, на пиках пробелов не было Инвокера забанили Релакс Соответственно Для Крейзи у них другие планы Или в той игре Хотя, нет Я не считаю то, что в той игре Крейзи показал, что он плохо играет на Инвокере Крейзи нормально играет на Инвокере Он показывал это неоднократно И лично я считаю то, что Инвокер это коронный персонаж Крейзи Так же, как и Луна это коронный персонаж Йоку Ну, возможно, с много сиреной Но мне Луна все-таки большего в исполнении нравится Ну и Гумба Гейминг забанили Ancient Operation Собственно, опять же, как и в той игре Сэнд Кинг от Релакс в бане Очень, вероятно, неплохо отыграли в тот раз Гумба Гейминг на Никсе А Сэнд Кинг, он в принципе схож Хотя, не знаю, чем он схож Только тем, что у него подкоп выглядит так же с шипами, как у Никса И Гумба банят на этот раз Кентавра И пикуют Чена Это что-то новое Опять же, агрессивное Новое агрессивное Чен может ходить как в мид Гангать с каким-нибудь троллем Так и выходить на лайну гангать Соответственно, Гумба Гейминг опять же будут играть агрессивно И Релакс Тоже, я думаю, будут сейчас показывать агрессивную Доту, начнем с того, что в Рейс Кинг Это саппорт Скорее всего, это будет именно саппорт Дредд на нем отыграет, я думаю Со станом В той игре у них не было у саппортов станов То есть он может и в мид выйти гангануть И на лайне отстанется Не только подхилить там или крест кинуть на Йоку Ну и в принципе, он дает там вампиризм Ну, в общем-то, это так Саппортовские штучки Вич Доктор Это интересно Потому что Дредд, опять же, играет и на том И на том Или это Вич Доктор для Виндекса Ну, по-моему, Дредд играет на нем Ну ладно Мы это все узнаем, собственно По ходу пиков Вернее, по ходу разбора уже пикнутых персонажей Что у нас тут? Что у нас тут? Ничего интересного в чатике Говорят, что мне пора убирать приписку RX Типа меня выгонят за то, что я горел в той игре Да я не думаю, на самом деле В той игре все горели Так что Просто забьем Будем надеяться, что эта игра будет более зрелищной Хотя бы не в одну калитку Ну, в принципе, я буду не против, если она будет в одну калитку В калитку Гумба Гейминг Немецкий коллектив Теперь уже не осмелюсь назвать их ноунеймами Драгон Кнайта они пикнули ДК В МИД, вероятно Но им остался Керри И на самом деле у Релакс опять некоторые проблемки определенные Потому что теперь, скорее всего, у Гумба Гейминг будут Два Героя, которые В Харде будут ломать лица, если затянут игру Релакс С другой стороны, Релакс, собственно, только половину пиков сделали Еще неизвестно, кого они дадут Йоку Возможно, это будет действительно Мирана Возможно же, нет Возможно, они сейчас пикнут, например, Нагу Как они уже делали И Йоку пойдет на ней фармить Это с одной стороны, а с другой стороны, Релакс определенно поняли То, что Гумба, если хотят мешать фармить, то они будут мешать фармить Это СФ СФ Для Крейси Я полагаю Пойдет он в мид против ДК Это из того, что я вижу сейчас Конечно, Релакс пикали СФ и для Йоку, чтобы он фармил Но, если честно, СФ Против ДК и... Ну... СФ подмал Ладно Эти два героя тоже могут разбивать лица Забанили сейчас софтлейнера для... Собственно, Шачло Ну и герой для Шачло только и остался Для Релакс пикнуть Потому что все остальное уже, собственно, разобрали Но Гумбы В Гумбе не хватает только какого-то керри Если, конечно, это будет не Лайновый ДК Луну Ну да В общем-то, Релакс также считают То, что... Явно Луна здесь будет лишней Хотя теперь уже у них агрессивный пик Они могли бы попробовать сделать с Луной то же, что сделали с их спектрой в той игре У них есть Патма, у них есть Вич Доктор, Врейс Кинг Вроде бы, все выглядит пока неплохо на стадии пиков В Релакс Ну, у Гумбы пуш-потенциал побольше, конечно Хотя... Ну да Безусловно Кстати, Ликантроп не в бане Ликантроп не в бане Хм... Заметили ли Гумба Гейминг это? Не знаю Но если сейчас действительно будет пикнуть Ликантроп под Чена Это Джаггернаут Это Джаггернаут Ну что ж Хотя он и не так часто появляется в последнее время Он все еще является неплохим керри Да, думаю то, что... Релакс должны постараться на самом деле Чтобы Эту игру Не слить Так сказать Ну или не проиграть Чтобы звучало не так грубо Раз уж вы говорите, что я такой грубый и непрофессиональный Пак Ага Пак Для Шачло Нет Что? Для Шачло Сложенную пак Виндекс это Врейс Кинг Дредд Собственно Вич Доктор Крейзи СФ И на Патме будет У нас Йоку соответственно Ну что ж Это Интересный пик Он выглядит Действительно сильно Вопрос один Шачло Каков вообще на паке? Потому что когда Крейзи Когда пикали пака И он шел не в мид На нем все равно играл Крейзи у Релакс Сейчас Это Шачло Ну я верю в Шачло Пака я думаю Каждый Человек у которого Тысяча побед в доте есть Он всяко разно Отыграл на нем Пару десятков игр Потому что очень популярный Персонаж Пик Гумба Гейминг Пик Гумба Гейминг же на самом деле Даже более интересен За счет Джиггернаута И ДК Оба кстати из этих Ключевых персонажей На обоях Из этих ключевых персонажей Играют стендины У Гумба Гейминг Ну да Ничего здесь не изменилось Йоку Патма Крейзи СФ Дредд Бич Доктор Да Шачло на паке Идет сложно Против такого пика Шачло на паке Шачло на паке Нужно Присмотреться Что они смогут сделать Шачло на паке Ну этот Парень В принципе Ничего не сможет сделать Хотя тролль Ну Не думаю что он От арбы как-то его Задезеблит Вместе с Рубиком Ну да В общем Шачло должен нормально Отстоять я полагаю На сложный Вард сюда уже Воткнул Собственно Чил На Дарксире Он в той игре Играл на Дарксире Дредд Виндекс На самом деле Вот это такая парочка Которые они ходят вдвоем Типа чтобы обезопасить Друг друга Потому что даже если Они кого-то найдут Они Ну абсолютно Ничего не сделают И опять же Релакс В очередной Раз Ставят варды После Короны вар Шачло Немножко он промазал Вот так вот должно быть Ну ладно Не натренировал Еще глаз Они опять Ставят варды Ну вообще-то Это Типа Понятно Я бы сказал Если бы тут был Не вкачен Был вкачен Ресурдж Но естественно Такой глупости Никто не сделает На первом левелинге Дарксире Ресурдж Вкачать Только в самых Экстремальнейших Ситуациях Такое должно было Пороизойти А их не было Дарксир просто пришел И первый воткнул этот вард И увидел Что ему поставили Лайн вард Ему дали сентри Ему дали сентри Он его сейчас просто поставит Разблочит Это Минус один вард Для релакс Вот кстати Еще один вард От гумбы Который палит Вот этого Короля скелетов Ну и Если Ребята Смотрели Действительно Игры релакс То сейчас Будет поставлен Вард Который раздевардит Классический вард Шашло Что у нас По лайнам то собственно Йоку фармит Дред ему ассистит Врейскинг Тоже будет ему ассистить Он кстати Уже получил Откуда-то Я даже не понял Откуда Шашло тут Маленькие проблемки Но естественно На втором левеле Его убить не смогут Но его Похоже Зателекинезили Именно тогда Так Станк чила Ну нет Не убьют конечно же Его здесь Просто развлекли Немножечко И Кребцов Поддержали Только Индекс Пол лица Сломал Крэйзи стоит На подмену Меду Такого тоже Не Не каждый день Увидишь В исполнении Релакс Ну тут Хардлайновый Собственно Дарксир Нет Не здесь Поставил Не смотрели Ребята Реплеи Игры Релакс Не серьезно Отнеслись Шашло всегда Когда стоит Сложный Ставят Вард Здесь Абсолютно Всегда Да Ну В одной Игре Из 10 Может быть Нет Но В остальных 9 Да Ну и что По Кребстату Мидеры На первом Месте Чен Не считается И Йоку Йоку Формит В отличии От Джаггернаута Джаггернаут 5-3 На самом деле Тоже довольно Нормально Формит Тут Дабла К тому же Ну вот Сейчас Пропушил Пропушилась Лайна В сторону Шашло Он получает Немножко Икспы Уже Почти Третий Левел Выходит На него Сейчас Будут Поднимать Но Нет Скорость Меньше На 5 Что У нас Тут Крейзи Опять Просаженный Сидит А у ДК Только Маны Чуть Не хватает Ну и Кончилась Мана У Дарксира Возвращается Он на базу Я полагаю То что Он сначала Пойдет В лес Чен Обходит Кентавр У подмейст Лип Липается Кентавр Станом Не попадает Но Чен Может попробовать С руки ее Подобивать Нет Он хочет Куруто Подобивать Третьей минуты Еще нет Это минус Курица И в ней И в ней И в ней шел Сапог Для Крейзи И Крейзи Отбивается Ботлом А Чен Выживает Сюда Летит ТП От Дреда Дред Каски Дред Как же Медленно Он думал Нет Все равно По двоим Попадает Это Фестблат От Крейзи Идут За Экзистом Стрела Есть Крипы Все свои Надо Пускать Узкий Проход Не пускает Почему-то Крейзи Старштормом Хочет Добить Но у него Не получается Здесь уже Дарксир Отпивается Ботлом И Крейзи В итоге Может подставиться Сейчас Если бы был Сурж прокачан Но только Первый левел Дарксир Вот только-только Взял второй Не понимаю Почему не пускал Он стрелу Вот здесь Когда на лестнице Человеку Вернуться от стрелы Очень тяжело Да он С лоу граунда На хэй граунд Кидал бы Но Тем не менее Ну то бишь Вижен бы все равно Был У ДК И он бы попытался Замансовать Но у него Есть сапог На самом деле А вот Крейзи Без сапога Еще полторы минуты Да до третьей минуты Убили Соответственно Саппорты Не апнули курицу Все крипы Естественно Пропушены И Йоку Чувствует себя Отлично На самом деле Если по полезности Сравнивать СФ И Джаггернаут То все-таки СФ по-моему Намного больше урона Сможет выдать На первых парах Чем Джаггернаут Поднимают здесь шачло Ворп Улетит Очень он Как-то опасно Чен его обходит И это Это смерть Да Это смерть Собственно Чен очень Активно здесь играет Как только у него появляется Какой-то Ну в общем-то Даже такой нейтрал Который без сетки Без ничего Без стана И то он пришел И загангал Это реализация Чена Настоящая реализация Чена Чего не скажешь Здесь может Стан Получить Крейзи Стан Да Ну конечно Это связано с тем Что нету Куры Не законтролил он Руну Здесь у нас что Ловят Чила Сурдж Сейчас Спал Но СФ даже не думает О том Чтобы убивать его Каски от Дреда И тут за ним У него Стан Ну и надо же Забирают Хм Два саппорта Забирают Тарксира Здесь опять Шищлоб ходит Да Ну похоже Так Сюда летит У нас Крейзи Крейзи Сразу поднимают Крейзи Ну если он Стрелой ни по кому Не попадет То это будет Бесполезно Липается вперед Довольно отчаянное решение Стрелой не попадает Вард хилит Еще одна тычка Нет Одной тычки не хватит Вард сильно захилил Не туда И Очень много Здесь сейчас Это будет просто Минус два Трелакс Стар С штормом Она не попадает Да Убивают Чена О чем Они вообще Думают Когда они Идут За тавр Непонятно Собственно Очень Нехороший Размен Сейчас Для релакса Еще и На Миду Они Теряют Тавр Ну У Крейзи По прежнему Все У Йоку Неплохо У Крейзи Это хреново Он уже Два раза Умер Ну что Опять у нас Получается У меня Рамка Ё-моё Блин Это Отвратительно 6 минут На стриме Рамка Да Да Ребят Все Все В чатике Какахи Я понял Заливайте дальше Какахи Стример Рамка Какахи На меня Бедро Каках Просто Да Заслужил Рамка Это Удел Просто Да Отвратительные Мидас Ну и 4 игрока Команды Релакс Сейчас Здесь У нас Ловят они Нира То бишь Рубика Рубик здесь Моментально умирает Да Хорошо Успел он телекинезом Поднять индекса 4-4 Сравняли Счет Релакс Нужно им играть Агрессивно Они делают Это Действительно Играют Агрессивно В той команде Только Чен Этим занимается Кстати Чен мог бы Сейчас Подставиться Его видят Но Знает он То что Они если Отсюда и Пойдут То не успеют Явно до него Добежать Лиса Как-то Пытаются Чен Видать Просто Пополнить Свою коллекцию Крипов Пойдет Сейчас В лес А ганг Будет Осуществлен Именно На Йоку Или Все-таки На ДК Два Саппорта Идут Виндекса Стан Дреду Хадукин Здесь Еще Подошла И Подмассовс Но Она Никуда И не Уходила Она Здесь Изначально Была И Сейчас Должны Ловить Чена Чена Не Видят Чена Подмай За Эту Ульту Четыре игрока Команды Бумба Гейминг Сейчас Здесь Ну И Да Второго Монитора У У меня Еще Нет Скоро Появится Я Буду Подключать И Буду Видеть Чатик И Буду Видеть Сразу Свою Трансляцию Пока Ну Да Это Действительно Отвратительно Когда Стример Оставляет Рамку И Нет Ему Прощения Крэзи Здесь Станет У Крэзи Слип В принципе Не Должно Быть Проблем Дримкоил По ДК Стан По ДК Здесь Уже Рубик Поднимает Виндекса Но ДК Все-таки Умирает ДД Берет Его Рубик И Делает Теп Аут Есть Чем Сбить Стан Попадает И Это Скорее Все Минус Рубик Сайланс С руки Он Бьет Рубика Очень Больно Бьет С ДД И Все-таки Выживает Шачло Но Здесь У нас Йоку Продолжает Формить Летит К нему Мом Интересное Решение Делает Аут Арксир Успевает Он Ну и Также Неплохо У нас Формит Собственно И Вот Это Вот Замена Стендин Джаггернаут На самом деле Если Это Такие Стендин То Я Боюсь Представить Что Ж Как Также Играют Ну Собственно Игроки Этой Команды Летит Сюда Пак Прейс Кинг Очень Битый Качается В лесу Хочет Даггер 800 Голды Ну и Что Здесь Перенимают Кого-то Нет Показалось Как Дела У Крейзи На Базе Сейчас Много Игроков Команды Релакс Это Может Быть Не Очень Хорошим Хорошо Для Них Но Мигают Они То Что Именно В Их Лес Сейчас Игроки Команды Гумба Гейминг И Релакс В принципе Правы Несмотря На то Что Вардов У них Нету Вот У Гумба Гейминг Зато Есть Варды Здесь Здесь Они Настолько Агрессивны То Что В Чужом Лес Ставят Варды В То В В В В В В Чужом Лес Но Почему Я на карте Делаю Одну Черточку Их Делается Куча Наверное Так Модно Сейчас Ну и Пак До Даггера На 12 Минуте Еще Очень Далеко Фатма До Каких-то Артефактов Еще Очень Далеко Виндикс А я Его Дредом Нарисывал Наверное Уже Несколько Раз В Рейс Кинг Далеко До Даггера Дред Далеко До Хоть Чего Нибудь И Только Мы Видим Йоку Формит Ну Давайте Графики Посмотрим На 10 Минуте В 0 Деньги И по 1000 Релакс 1000 По XP Выигрывают Да Собственно Перестало Какой-то Экшен Релакс 4-6 Последний раз Они пару минут Назад Поймали В своем лесу Кого-то Постоянно Делают Какие-то Вылазки В своем лесу Но Не могут здесь Уже давно Никого найти И не уходят Отсюда Потому что Понимают То Что Как только Они Уйдут Этот Тавр Будет Спушен Потому что Здесь Крипы Чена Постоянно Здесь Сам Чен Ну и 4 игрока Команды Гумба Гейминг Здесь Сюда Пришел С барабанами Джиггернаут Это Что За Куча Сентрей Ребята Фанятся Похоже Против Релакс Ну что ж ДК Принимает Драгон Форм Заходит Сюда Собственно Джиггернаут Под маю Зует Ульт Никого Не видит Джиггернаут Стан Ловит Дримкоил Ловит Минус Джиггернаут Хорошо Килл Забирает Мерана Крейзи Идут Дальше У Дреда Есть Стан Здесь Кентавр Станет Дреда Финдикса Черт Почему Они Постоянно Играют Разными Персонажами Хотя Они Играли До этого Другими Персонажами Финдикс Брейс Кинг Дает Стан Собственно И Это Реинкарнация Всех Замедлили Ставит Дред Вард Убивает Нено Поднимают Финдикса Финдикс Умирает Не успел Перед смертью Дать Вард Никому Ставится Стенка Никого Не стягивает В эту Стенку Дарксир У него Пока Вакуум Только Первого Левела И на Развороте Гумба Гейминг Сурдж На ДК Сэн Шелламон Догоняет Крейзи Станет Его Возвращается Йоку Но нет Не стали Дальше Агрессировать Стрелу Чуть не Поймал Джиггернаут Вовремя Он начал Блэйдфьюри Блэйдфьюри Узать Так вот Мне говорили То что Я постоянно Путаю Персонажей И Героев Это связано С тем что Ребят Реально Дредд играл На этом Игре 4 Наверное На Врейс Кинге И сейчас Это Виндекс Окей Мне говорили Просто говори Название героя Да Я так и делаю Когда я не знаю Имена игроков Но Конкретно с релаксом Я не хочу так делать Потому что так Ну Надо отвыкать от этого И называть действительно Игроков По их никам Это на мой взгляд Более профессионально То что я ошибаюсь Да Это связано С тем что я не более Профессиональный Чем хотелось бы Так же И рамка собственно Свидетельствует об этом Ну что У нас по прежнему Собственно Картина такая Какая она и была То что Крэйзи По фарму Как и Джаггернаут Идет Это конечно Хорошо Потому что Джаггернаут Должен быть тут Самым главным Собственно Убиватором И керри Ну Как я и говорю Отпушивается моментально Лайна То есть даже не могут Т1 побить Уже очень много Времени ребята Причем Из обеих команд Потратили на топе У них просто На боте Джаггернаут Пару раз Что-то поделал И все Ну и что Ну улететь естественно Не будет Потому что там Сразу же Руна Ну да Руна то с задержкой Работает в несколько секунд И Собственно Опасность Крэйзи Опасность Ну в свою очередь Бумба гейминг Без проблем Сейчас запушит Этот Т1 Тауэр Потому что Только ушли отсюда Люди Сразу же запушили Такой и был план Только план растянулся Минут на 7 Так Здесь каски И сразу же Вард Ну и забирают Моментально Собственно Кто СФ Даже Дредд не застилил Фраг у Йоку Чена убили Но это Очередной Скажем так Безответный фраг В пользу Релакс Но они его сделали Опять же Чуть ли не в пятером Только шашло с ними не было Кстати Ушашло Даггер На 15 минут Все-таки появляется Здесь полторы тысячи Скоро тоже появится Что-то полезное Йоку По-прежнему у нас Формила номер один Никто и не сомневался Мом ПТ Нидас И еще и 2 400 сверху Скоро уже Я не знаю БКБ Думаю то что БКБ Следующий артефакт Его будет А Виндекс У Виндекса По-прежнему не предвидится Артефактов Включая Даггер И Дредд собрал урну Хорошо В общем-то Давайте По гумбо гейминг Отлично Дарксир как всегда Отыгрывает У него уже есть Мека Неоспоримое преимущество На таких Низких минутах Арканы только есть У Рубика У нас ДК Собирает БКБ Причем почти собрал Осталось только на рецепт Нафармить Ну и ТП-аут отсюда делает Джаггернаут Ну в общем-то Блэйд Фьюри ТП-аут И ни Пак Ни Патмай Мы не страшны Хоть они его Очень продамажили Да Патмай что-то купила себе Неужели это Неужели это Брейсбенд Она себе купила Или это Фейсов у нее не было Все это время Да полагаю Ровно 1000 пропало Значит Фейсов не было Ну и здесь Могут найти Шачло Шачло прыгает Но он не успел Дать вижен Перед тем Как он прыгнул Если бы он Увидел этих Но Крэйзи все равно Отходит Осмотрительно Так Этот Вартруну не видит Но Зато он видит Сейчас Шачло Что он так Корректировался Мне кстати Интересна вот эта Статистика по левелам Да Саппорты команды Релакс сейчас За счет своих Более активных действий Набрали больше левела Чем Саппорты Гумба гейминг Это тоже Немало помогает В драках Ну и Хоть Крэйзи Упал по фарму Потому что он практически Не фармит Пришел что-то там Пришел Убил пару крипов 3000 китавру Сделал Ушел Это проблема Потому что Джаггернаут Фармит более-менее нормально Он действительно Бьет крипов Вот у Чен Отдает свой зоопарк Непонятно почему Вот разве что Сильно продамажились Сейчас Это экзиста Игроки команды Релакс БКБ приобретает себе Йоку Ну и думаю Сейчас будут драться Патма Ульту юзает Но видели Это естественно Бумба гейминг У них уже стоит здесь Куча вардов Еще и просветку Заюзали Глип Заюзали Релакс И стан Покрэйзи Разультился Джаггернаут Липом сбивает Ульту Ну и собственно Что там Чен поюзал Олл хил Собственно Хэнд оф готс И зашло Все побежали Нет Релакс Прекрасно видит Кто куда бежит Но тем не менее Они не хотят драться Они хотят Бить крипов Сомнительное решение Они просто так Отдали сейчас Тавр Развели Джаггера на ульт Ну и соответственно Пока нет ульта Джаггера Это конечно Не самый важный Спелл в бою Но Определенно Некоторое преимущество У релаксов За счет этого Появилось Ну и что Дрэд каски Нет Виндекс Может быть Стан даст Нет Отходит Гумба гейминг Джаггернаут Вард на 3 В общем то Все правильно Он делает здесь Пак Врывается На одного Рубика Собственно Ставит Ну Да Это действительно Лучше уж На самом деле Так Лучше на одного Саппорта Поставить Дримкоил Чем отпустить Просто всю Команду Назад И при этом Ничего не сделав Потому что Последние Пару минут Жизни Релакс Были совершенно Бесцельны Они и тавр Не собрали И тавр Свой Не отдефили И никого Не убили Ну хотя бы Пака Но сейчас Теперь у Релакс Нету Дримс Койла Что тоже Немаловажно В драке За счет СФ Сейчас Быстренько Отпушивают Эту сторону Ну и Т1 Все таки Первый Свой Заберут Релакс ДК Уже здесь В драке Нету Он пошел Наверх Пармить А Релакс Пятером С зоопарком Чена Расправляются Это Энерджи Бустер Ну Арканы На 20 Минуте В общем-то Когда у тебя Уже есть Мека Вполне Нормальный Тайминг Ну да Забирают Собственно Рошана Команда Релакс И Йоку Забирает Аегис У него Момба КБ Полторы Тысячи ПТшка Это такое Так Будут ли здесь Цеплять Виндекс Протачил Рошана И пошел На ребят Ну у него 1200 КП Что для Саппорта Является Довольно Большим Количеством Поэтому Не боится Ну плюс Реинкарнация Которая Замедлит Врагов И это Только в плюс Будет Для Релакс Хотя На самом деле Они сюда Путем И не стянулись Член здесь Набирает Зоопарк Джиггернаут Продолжает Фармить Но Джиггернаут Как-то не очень Активно Фармит Его Уже ДК По фарму Догнал Ну и Крейз Держится На уровне В принципе 200-300 Голды Это опять же Хорошая новость Для Релакс Ну и 11000 СФ Это Очень хорошая Новость Для Релакс Следующим Артефактом Наверное Будет Какой-нибудь Дейдалус Ну и МКБ здесь В принципе Не нужно У Джиггернаута Бабочка Не скоро Появится Тем более Что он варит Аганим Стрела Крипа Зафармил Крейзи Лучше чем Ничего Как обидно Когда ты Кидаешь Стрелу И она Просто Никого Не убивает Ну что ж Очень сильно Здесь опять же Пушится Лайна Все лайны На самом деле Сейчас пушатся У Релаксов Вот только Шачило Пытается Этот Т1 Забрать Может быть Когда-нибудь У него получится Сделать это Но нет Сюда уже идет Сейв ТП От Чена От Джиггернаута Странно Мне показалось Что это цвет Чена Нет Все правильно Джиггернаута Ну и отпушили Не дали Т1 И С одной стороны Это плохо С другой стороны Ну для Релакс Это плохо Для Собственно Гумба Гейминг Это хорошо Но если Релакс Сейчас выигрывает Драку А вот с таким Запакованным Сфом Они должны Выигрывать драки Собственно Вы поняли О чем я говорю Представлять Какую-то угрозу Для него Ага Денает С хайграунда Просто Чен Денает Реген Ну а здесь уже В смоке Три игрока Команды Релакс Еще они все Находятся В инвизи подмыв Ну и моментально Здесь Чена Убивают Немного Немного раньше Если бы пришли Безусловно Убили бы еще И Джиггернаута Убили бы Наверное Только Джиггернаута На Чена бы Повесили Сайленс И за это время Джиггернаута Смели Чтобы он Не смог Прохилить его Некра Пока первые Ну Серьезно хотят Запушить Команду Гумба Гейминг Релаксов Такой у них план Потому что Они видят То что Этот СФ Перефармленный В Хламину Ну и Денает И два тавра Будут сейчас Собственно Или не будут 58 хп Это даже через Бэкдор Можно убить Тремя ударами Дримскойл по чилу Успеет ли? Успевает И Сайленс Здесь и Стан Влетает И кстати Это догон Упака Пару буквально Секунд назад Он его купил Не стал я акцентировать На этом внимание Потому что не заметил Но сейчас мы все заметили Особенно Дарксир Ну да 5-12 Релакс Пытаются вести Агрессивную игру И у них это получается Но насколько хорошо Насколько это эффективно Эффективность На 4,5 тысячи По голде И на 12 По хп Знаете Это довольно эффективно Когда у тебя Саппорты Опережают На 2 левела Собственно Дред Скоро 11 получит Он свой вард Уже неоднократно реализовал Элементарно Ставив его Под свои каски Или под любой другой стан Не стесняется В общем Ставить его И 16-й Йоку Йоку 14 тысяч Ему не мешают Фармить И он фармит Возможно Если бы он знал Что будет все у него Так хорошо Он бы имом этот Не собирал Он бы собрал Что-нибудь более Полезное Тот же Кристаллис Например За те деньги У него бы уже был Дейдалус Вот собственно Он только сейчас Купил кристаллис Рецепт надоедался Ведь 400 надо ему Дофармить 500 голды буквально Ну что Вард то собственно Стоит Виндекс идет первым Ну если сейчас Найду Чена даже То могут быть Проблемы у Релакс Потому что здесь 4 игрока вокруг Команды Бумба Гейминг Сэв берет инвиз Вижена на это Опять же не было Вард стоит Только на нижней руне Рошан еще Как минимум 2,5 минуты Будет стоять Ну и проблемки Зажались команда Гумба Гейминг Сейчас Релакс В свою очередь Просто Вольготно Ходит по всей карте В смоках И ищет себе В общем-то Переключений Назовем это так Тайдалос Дофармил себе Йоку И это действительно Очень хороший запак Для такой минуты 25 минута Мом Мидас Давайте ГПМ Посмотрим 606 ГПМ Это на 200 Больше чем у Джиггернаута Ну и Крейзи в принципе Стоит на одном уровне С ДК Тут сейчас явно Драка БКБ юзает ДК Станет под Реду Под Ма юзает инвиз Но естественно Здесь есть Вижен Собственно это минус Дред Уже Виндекс Сейчас умрет Вот Блэйдмейл Зачем-то прожал Перед смертью Замедлил всех врагов Ну и сейчас Йоку Врывается Отжирается от Мома Он юзается ульта Чена И Йоку Здесь умирает А Егис уже пропал У него И Йоку Хорошо получается Стрелу ловит Джиггернаут Джиггернаут Тем не менее Выживает Шачло Стан Очень больно Шачло Минус шачло Забирает его ДК Ну и просто В Хламину Проигранная драка Сейчас от Релакс На виду на них напали И вполне возможно Это Нет Минус сторона Это конечно же не будет Еще рановато И не готовы Ребята И у ДК Сейчас Драгонформа Кончится И БКБ И БКБ уже нет Ну Не знаю Что они не ожидали Они не ожидали Как раз таки Этого БКБ На ДК Да Даже имея такой Перефарм Единственный плюс В этой драке Это то что Не умер Йоку Но Проблема в том Что как мы увидели Второй Эдакий Семикерри Рейзи Совершенно не вносит урона У него есть только Яши и барабаны У него 2-300 сверху И ему тоже Определенно нужно Что-то покупать Сейчас фармить Я думаю Сейчас это поняли Релаксы будут Собственно Заниматься этим Хотя ему и БКБ нужно Ну и сейчас Могут быть проблемы Собственно Стрелу Стрела не попадает Зато ДК теперь понимает Что там есть Патма 8-2 3-0 Релакс Которые всю игру Так давили противников Не в плане пуша давили Потому что у них-то Как раз всех товаров Нет внешних теперь А в плане фрагов 5-12 Сейчас 8-12 И это Очень резкий скачок По голде С 7,5 До 4 И собственно Не менее резкий скачок По экспе Меньше 10 Теперь преимущество Около 9000 12 А Шишло тем временем Купил догон Второго уровня Догон второго уровня Стоит Сколько у нас Так Здесь подняли Йоку Стан в него Выдали И моментально Убили Йоку Да Рубик украл Стану в Рейс Кинга И Прожал Типа БКБ ДК Ну а что дальше Да БКБ он прожал А убивать его Уже теперь нечем Патмы здесь нету Она конечно Заюзала ульт Попыталась спасти Но Мы видим Мы видим то что Гумба Гейминг Уже начинает Переворачивать Эту игру Сильное преимущество По экспе Было У Релакс Но драки Как мы видим За счет Огромного количества ДПС Выигрываются Ну и плюс Хила Это Мека Это Хэнс оф Год Это Всякие Айоншеллы Стяжки Урон у Джаггернаута С ульты С аганимом Который он кстати Так ни разу и не заюзал Во всех драках Стрела Попадает Ни по кому Не попадает Очень близка Она была Чтобы попасть По кому нибудь Но Нет Что ворует Рубик Рубик опять Стану в Рейс Кинга Ворует Ну что же еще В общем-то Можно украсить У Рейс Кинга Только стан На сторону заходит Пак Сайланс Подвоим Моментально убивает Пак Они успеют найти Ворбу Это был стан Кентавра по нему Вникра здесь Крейзи Дает стрелу Это минус Барак Милишный Нет Юзает пока Глиф Мюльнир вешается Уже на Экзиста Есть он у кого-то ДК Стяжка Здесь Реинкарнация У Рейс Кинга Дредд убивает С помощью ворда Здесь Джиггернаута Стрела Опять не по кому Продолжают погоню Релакс Это минус Два основных Кери Не успевают Убить они Чена Но Потеряли Милишный Барак И третий Некра У Чена Вот так вот Сф Сф На самом деле Будь луна на его месте С таким ферифармом И с таким левелом Размотала бы всех Но это Сф Более того Против Чена Луна бы Глэйвами Еще и Всех Весь зоопарк Сразу же зафармила Но это Сф Персонаж С огромным Количеством урона Но полторы тысячи хп Десять армора И Если он не успевает Прожать БКБ А он еще и жмет Мом В драке Ну и проблемы У релакс То есть Они опять выиграли Эту драку Но как только Они сойдутся В 5 на 5 В очередной раз Они уже не выиграют И возможно Это случится Прямо сейчас Фейт болтами Понемножку Откидываются здесь Вот ДК Есть драгонформ Идет Сф бьет его Оба заюзали БКБ Но У Сфа сейчас Было якобы Преимущество То что под Вардом Все это дело происходило Стяжка по четверым Но нету стенки Стан в Крейзи Крейзи видят Естественно Крейзи умирает Выкупается в игру Джиггернаут Три игрока Команда Релакс Банки Крайдет Рубик И отлично Их раскидывает Стан в Рубика Прыгает на Дреда Здесь Дарксир И Уходит С телепорта Виндекс Дред Естественно Эншел Успевает Плюс Атака с руки Пробивать его Четвертый Замаченный Хилл Курсу он не качал Отличные каски На узком проходе Пак Убивает здесь Рубика моментально Догонит Чилла Но чил все таки выживает Слишком уж он толстый 1100 хп А догон всего лишь Второго уровня Ну и Размен Да Размен оказался Три в два Релакс Якобы выиграли Но умер Под май и СФ Ну и здесь Джиггернаут Выкупился Но как мы Увидели Джиггернаут Все что от него требуется Здесь Это заюзать Свою ультную СФ Он работает через БКБ Это физ урон У него Сейчас будет 16 уровень Это 12 скачков И СФ Естественно Не выживает Даже под БКБ Ну потому что БКБ не спасает Как мы уже определились Поэтому Несмотря на то Что Дредд Поставил свой вард Который опять же Бьет физикой По ДК А СФ Тоже отъехал Если бы не было Этого ульта Джиггернаута Драку выиграли бы Просто в хлам Релакс Но Есть такое Такая Контра Ну и опять Нужно отпушивать Этот топ Потому что Здесь уже усиленные Милишные крипы По фрагам По прежнему Ведут Релакс И они По голде Я думаю Еще ведут Хотя Преимущество Уже очень маленькое 55 на 57 тысяч 10 тысяч Икспы 10 тысяч Икспы Вроде бы Выглядит солидно Но Как-то Когда смотришь На эти драки Так не кажется Джиггернаут Потратил Конечно сейчас Много денег За счет этого Крейзи Вырвался Вперед На третью строчку Ах Постой Не так уж и далеко Он вырвался Ну и купил он себе Манту Я сейчас не понимаю Это решение Тут огромное количество Просто спилов Которые С этими иллюзиями Будут расправляться На раз-два На самом деле Вот Брэсфайр Фейтболт Пару эншелов Ну и все На этом Ну и стяжка Иллюзий как не бывало Но тем не менее Рошана Забирают Релакс Подбирает Сф Айегис Никто не хочет Бить красного Некрава Шишло все таки Это сделал Но Надо было ему Наверное Ворбе Это делать То есть Не ворбе В шифте Но Не получилось Сидр этого Сейчас подхилит Но опять же Вроде бы Все идет к тому Что Это Игра в пользу Релакс Но потом мы смотрим На топ Видим снесенный барак Конечно на 34 минуте Но тем не менее Лайны сильно пушатся И чтобы сломать Этот Т2 Нужно пропушить ее полностью А здесь Крейзи наносит Пока еще не так много урона Как хотелось бы Ему 2700 у него Кроме манты Даже если он Майлшторм Какой-то Майлштром Себе соберет Шучло Может влететь Нет Расходится отсюда Гумба гейминг Они тоже ходят Все вместе Это тоже Некоторые минус Потому что Меньше Получают они Преимущество По Экспе За киллы Но вот не в ту сторону Они сейчас пошли На самом деле Хотя нет Кто-то Рубик пошел в ту сторону Блинкается Сразу же он Ну и что У него гем Он видит Что здесь вар Разбивает Четыре игрока Команды Релакс Уже в лесу Здесь Тоже четверо Насколько я вижу Нет Пятеро Должно быть Пятеро Плюс зоопарк Рубик поднимает Шучло Ворует у него Арбу Я полагаю Да Шучло Улетает СФ Прожал БКБ Какая ошибка Сейчас Дреду Нужно срочно Ставить вард Дред ставит вард Это моментально Минус 2 От релакс Но оба Могут встать Это СФ И Врейс Кинг Но Все равно Очень много урона Получает СФ Он умирает Снова И Врейс Кинг Здесь скорее всего Умрет снова Вот Рубик Украл Стан У него есть Бринг Даггер Ну а что же еще Он может украсть Собственно У Врейс Кинга Убили Только Чена Выкупился СФ Ну и Йоку уже Не такой Лидер по фарму У него эти 17 тысяч Уже минут 6 Наверное 7 Если не больше Забирает Последнюю Собственно Последний Барак Ну и Вполне Могут идти дальше Нету БКБ Сейчас конечно У ДК Ну и Некоторой проблемой Йоку Наверное является то Что он прожал БКБ До того Как он умер Задинаили Барак Мы подарили Голду Но тем не менее Это не спасет Это минус сторона И отступает Гумба Гейминг Несмотря на то что Драку я как думаю Они могли бы выиграть Потому что Джиггернаут Опять же Нет Джиггернаута был КД на Ульт На этот раз Нет не было Он его юзал в драке Собственно Поэтому так быстро И умер Под БКБ СФ И В Рейс Кинг Мы понимаем то что Это СФ просто Очень тонкий У него 1600 хп Под молом Того меньше Наверное не больше урона Он получает Ну проблемы Виндекс Блэйдмейл Уже давно У него Огар Клаб Хочет БКБ Судя по всему Вряд ли огоним Очень вряд ли огоним СФ Кираса Почти готово Осталось совсем немного Доформить Байбека у него нету Так что как только 200 у него появится Он сразу же купит Крейзи Манта Бесполезная манта Но 4400 на руках Купи их что-нибудь На 2000 Кристаллис например Купи Байбек все равно будет Ну и что здесь На Крейзи напали Напали на На самом деле Кто на кого еще напал Чен получил прокаст Пака и умер Но вот этот пак С прокастом Если бы у этого пака Был Кекс Шансов выиграть Драку Было бы больше На самом деле Каски Некра очень сильно Бьют Дредда Третий Некра Плевать им на Этот Инвиз Ходят Бродят Сейчас за курицей Побегут Бежали за курицей Курица Ведет кирасу Дред контролит Курицу Дредд Законтролил Курицу Ну я просто знаю Что именно Дредд Этим занимается Собственно ничего удивительного В этом нет Ну и хотя бы Сотню голды С Саранжова Могут Зафармили 5100 У Крейзи По прежнему Он третий В Нетворсе Но Но все драки Почему то выигрывают Именно Гумба Гейминг Хотя Их перефармливает Релакс Опять Немного После той драки После тех Киллов Спустился в сторону Релакс График Опять же Сторону Это не вернет Вот эту Ну и по ХП по прежнему 10 тысяч Что уже Выглядит Довольно Стрёмно Потому что С таким же Преимуществом 10 минут назад Релакс Не смогли Реализовать Его собственно Ну и очень нужно Сейчас запотеть Алибарда У ДК Что ж На мой взгляд Это не очень Хорошее решение То есть Понятно что Она для АСФ И для Потмы Когда у них БКБ Кончится Все такое Они смогут Алибарду Повесить на них Но Это ДК То есть Понятно что Алибарда Дает силу И миссы Хотя нет Пожалуй Это хорошее решение Но Если бы Он купил Дамажащий Какой нибудь Артефакт То я думаю Эффект был бы Ничуть не хуже Ну и МКБ Теперь нужно Собирать Что одному Что второму А Крейзи Дособирал Мьёльнир И теперь У него И на Байбэк Нет Разделилась По карте Команда Релакс Я думаю То что Крейзи Первый Поплатится Сейчас за это Выходит На него ДК Ну собственно Минус Крейзи Мы видим У Рубика По прежнему Сворованная Билка Единственная Которую можно Врейскинга Своровать Взамен на это Хотят забрать Тавар Обмен Своего Семикерри На Тавар Т2 Который вы В итоге Не смогли Забрать Это печально Здесь уже Три игрока Команды Бумба Гейминг Если здесь Останутся Релакс То они Простумбл И они Отходят Тем более Здесь только Йокуш Шачло Надо вообще Тепауты Отсюда Делать Там Вот этот Вот парень С блинком Ну Койл он Украл Сф на самом деле Не лучший Герой Зато Сф очень Хороший Герой В которого Можно Всадить Ульт С аганимом На 16 Вернее Третьего Уровня Но это Просто Минус 2 Керри Более того У Сфа Нету Байбэка Поймают Ли здесь Пака Пак пока Уходит Мансует Не попадают По нему С тяжкой Дарксир Пак умирает Релакс Очень близки На самом деле Сейчас К поражению И в этой Игре И К тому Чтобы закончить Сегодняшний день С результатом 0 в 4 Если они Позавчера Отыграли 3 в 0 То есть 3 карты Все 3 победные То сегодня Удача явно Отвернулась От них Ой-ой-ой Большую Ошибку Совершает Крейзи У него даже И бэка бета Нету Это минус Крейзи У него Нету Байбека Но это Минус Сторона Как минимум Стан здесь Идет В ДК Но толку То Байпа Юзается То есть Даже Каски Не дамажит Ничего Моментально Падает Сейчас Т3 Тавер Упадет Сторона Потому что Байбек Нету Сэф Его просто Делал Да и денег У него Уже нет Через 20 Кунг Появился Ну и Это еще Минус Одна сторона У Релакс При этом Никакой Ликантроп Сейчас Не сплет Кушит Никто Не делает Килы Героев И Релакс Вели всю Эту игру По счету Играли Вроде бы Правильно Играли Агрессивно Собственно Как и Располагал Их Сф Просто Неимоверно Фармил Он до сих пор Первый по фарму Несмотря на то Что его команда Уже Несколько драг Подряд Не проигрывала У Дреда есть Аганим Но он совершенно Не наносит урона Вот его стянули на стену Дред умирает Все умирают Только шишло живой Убили Рубика Рубик рук убился Валяется Гем Это очень важно Рубик кликает В своей команде Как будто еще не ясно Что это ГГ В общем-то Виндекс ГГ и пишет Что ж Совершенно неудачный В плане доты День сегодня Для релакс 2-0 Они проиграли Компас гейминг На техлапсе 2-0 Они проиграли Гумба гейминг Как-то не ведет Против команд Играть У которых Префикс Гейминг Вернее Это не префикс Но в общем Приставка К названию команды Да Ну и плюс Плюс ошибки На 20 Счет Опять же Будут отыгрывать Будут отыгрывать Лучше Чем сегодня Как минимум В этой игре Релакс Действительно Показали Неплохую игру И Действительно В начале У них Все получалось Ну Все таки Не пошло Вступайте в группу Вконтакте Релакса Ссылка внизу Вступайте в мою Группу Вконтакте Если вам это интересно А на сегодня Я с вами прощаюсь С вами был Сет И Можете переключаться Субтитры создавал DimaTorzok